Слоны – ближайшие родственники ныне вымерших мамонтов. На сегодняшний день насчитывается три вида этих уникальных животных – индийский слон, африканский саванной и африканский лесной. Ранее их было 40 видов. Африканский слон признан самым крупным млекопитающим, которое обитает на Земле. Самый большой слон, когда-либо известный, был самец африканского слона, убитый на территории Анголы в 1974 году весом около 12240 килограммов. Средняя масса тела этих животных – около 5 тонн, а длина туловища – 6-7 метров. Слоны считаются не только самыми крупными млекопитающими на Земле, но и одними из самых коммуникабельных животных. В одиночестве слон не сможет жить, ему необходимо общение со своими сородичами. Слоны – удивительные животные, которым, как установили ученые, присуще самосознание и переживание разных чувств, похожих на человеческие чувства. Эти животные грустят, если в их стаде что-то не так, и радуются, к примеру, если в стаде пополнения. Слоны умеют даже улыбаться. У слонов отличная память. Они узнают своих родственников и собратьев даже после очень долгой разлуки. Также они помнят злые поступки в отношении их и за обиды могут отомстить даже спустя несколько десятков лет. Впрочем, и своих покровителей они помнят так же хорошо и никогда не забудут их доброту. В мире насчитывается до полумиллиона африканских слонов, азиатских примерно в 10 раз меньше. За последние полтора века средняя длина бивней слонов и в Африке, и в Индии сократилась вдвое. Это связано с тем, что самые большие представители популяции становятся жертвами браконьеров, а длина бивней – генетически наследуемый признак. Слоны большие и очень умные животные, они с древности служат человеку в мирных и военных целях. В стаде слонов всегда возглавляют старые и опытные самки. Смена лидера происходит только из-за смерти прежней главной слонихи. Причем стадами живут только самки, а самцы предпочитают существовать по отдельности. Миф о том, что у слонов существует свое отдельное кладбище, ученые развеяли, проведя ряд экспериментов. Однако в ходе этих экспериментов было выяснено, что слоны действительно очень уважительно относятся к останкам своих сородичей. Они с легкостью опознают кости своих соплеменников в куче других костей. Они никогда не наступят на кости умершего слона, а также постараются отодвинуть их в сторону, чтобы не наступили другие члены стада. В стволе хобота может одновременно поместиться до 8 литров воды. Также хобот имеет больше 40 тысяч рецепторов, поэтому обоняние у слонов очень хорошее. Самое главное отличие самок индийских слонов от самцов – это отсутствие бивней. В некоторых случаях они есть, но остаются невидными. Бивни самцов индийских слонов же достигают полтора метра в длину. Слоны обладают самосознанием и различают свое отражение в зеркале, так же, как дельфины и некоторые виды обезьян. Средний вес слона 5 тонн, однако, они ходят очень тихо. Вы вряд ли заметите, если к вам сзади спокойно подойдет слон. Все дело в том, что подушечка стопы слона устроена таким образом, что способна расширяться, занимая все больше места по мере переноса на нее места. Представьте, что вы себе на подошву приклеили перьевую подушку, примерно то же самое у слонов. Именно поэтому они с легкостью ходят по болотам. Почти все животные способны бегать, передвигаться таким способом, когда все тело на некоторые доли секунды оказывается полностью в воздухе. Слоны же из-за своей большой массы не могут поднять тело в воздух и бегают наполовину, передние ноги двигаются рысью, а задние удерживают весь вес и переставляются, как при быстрой ходьбе. В таком режиме слон способен развить скорость до 40 км в час. Слоны живут стадами. Самки слонов живут стадами по 10-15 особей. Они вместе выращивают детенышей и заботятся друг о друге. Они могут принести воду или пищу слону, который получил какое-либо ранение и не может передвигаться. Детеныши слонов живут в стаде до 12 лет, дальше могут либо остаться, либо отделиться и создать собственную семью. Все взрослые слоны спят стоя, сбившись в кучи и, по возможности, облокотившись друг на друга. Если слон старый и у него очень большие бивни, то он их кладет на дерево. Слон может покинуть свое стадо только в случае, если он умирает, либо его ловят люди. Детеныши же слонов вполне могут себе позволить завалиться на бок, что они успешно и делают, однако с возрастом эта привычка у них почему-то проходит. Зубы у слонов меняются на протяжении всей жизни около шести раз. Последние зубы вырастают в 40 лет. Средним продолжительность жизни слона составляет от 60 до 70 лет. В то же время среди животных, обитающих в неволе, известны долгожители. Самый старый слон по имени Линь Ван прожил 86 лет, 1917-2003 годы. Этот слон служил в китайской армии и воевал во время Второй китайско-японской войны 1937-1945 годов, затем выступал в цирке, но большую часть жизни прожил в зоопарке. Линь Ван был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как слон, который дольше всего прожил в неволе. Слоны отлично плавают. Выставив свой хобот из воды, они даже способны погружаться на глубину. Скорость, с которой плывет слон, от двух до шести километров в час. Слоны обычно общаются при помощи инфразвука, поэтому долгое время слоновий язык оставался неразгаданным. Исследования Кристиана Хербста из Университета Вены, проводимые с гортанью мертвой слонихи, показали, что слон для общения использует голосовые связки. Словарный запас слоновьего языка оказался довольно богатым, Хербст зафиксировал около 470 различных устойчивых сигналов, которые используют слоны. Они могут связываться при помощи них друг с другом на больших расстояниях, предупреждать об опасности, сообщать о родах, использовать различные обращения к членам стада, в зависимости от их положения в иерархии. Зубы у слонов меняются в течение жизни 6-7 раз, так как они быстро стачиваются из-за развитого аппетита. Совсем старыми слонами являются самки, так как потерявшие последние зубы слонихи помогают кормиться стада, а вот старые одинокие самцы обычно умирают от голода. Для общения между собой слоны используют множество звуков, жесты хоботом и позы. На дальних расстояниях используют инфразвуки. Благодаря этой способности услышать друг друга слоны могут на расстоянии 10 километров. Слоны не потеют, у них отсутствуют сальные железы. Для того, чтобы не перегреться в жару, слоны используют грязевые ванны, либо уши. Уши у слонов пронизаны сетью кровеносных сосудов, которые при сильной жаре расширяются и очень обильно отдают тепло. В холодные периоды они сужаются. Среднее количество пищи, которую слон поедает за день, составляет 300 килограммов. Что касается объемов выпитой воды, они варьируются. В зависимости от влажности воздуха, слон может выпить от 100 до 300 литров в сутки. Слоны ловкие и животные. Все, что необходимо слону, он делает своим хоботом, кушает, срывает листья, поднимает предметы, поливается. Известны случаи, когда слоны рисовали или открывали ключом двери. Самка слона может зачать детеныша только в течение нескольких дней в году. Беременность у слонов длится дольше, чем у каких-либо других живых существ на Земле, 22 месяца. Новорожденный весит около 120 килограммов. Так же, как и люди, слоны рождаются беззубами. Далее у них вырастают молочные бивни, которые в дальнейшем сменяются коренными. Зубы у слонов стачиваются очень быстро, когда зубы сточились, то они выпадают и на месте них вырастают новые. Хобот слона – это фактически продолжение верхних губ. При помощи хобота слоны осуществляют тактильный контакт, здороваются, могут брать предметы, рисовать, пить и умываться. При встрече слоны приветствуют друг друга особым ритуалом, а не гладят друг друга хоботами. Слоны оказались способными и к изучению человеческого языка. Слон по имени Кошек, живущий в Азии, научился имитировать человеческую речь, а точнее – пять слов «привет», «сидеть», «нет», «лежать» и «хорошо». Кошек не просто бездумно их повторяет, а, по мнению наблюдателей, понимает их значение, так как это либо команды, которые он выполняет, либо слова поощрения и неодобрения. Самцы слонов предпочитают одиночество, но вблизи какого-либо стада. Слоны, как и люди, могут быть левшами и правшами. В зависимости от того, каким бивнем слон больше работает, один из них становится меньше. Чтобы защитить свою кожу от паразитов и палящего солнца, слоны каждый день проводят особые процедуры. Они вымазываются грязью и купаются в воде. У африканского слона позвонков в хвосте 26 штук, это намного меньше, чем у азиатского слона, у которого их 33 штуки. Когда в стаде слонов наступает голод, все животные расходятся и питаются по отдельности. Слоны очень умны. Мозг слона весит около 5 килограммов и устроен сложнее, чем у остальных млекопитающих. По сложности строения мозга слоны уступают только китам. Доказано, что слоны испытывают чувство веселья, горя, сострадания, способны к сотрудничеству и легко обучаемы. Слоны очень дружелюбные животные. Кроме приветствия при встрече, они помогают своему потомству. Как ребенок человека держится за руку мамы, так и детеныш слона держится хоботом. Если же слон из стада увидит оступившегося слона, он тут же ему поможет. 22 сентября в мире отмечается как День защиты слонов. Слоны подвержены заболеваниям крови, артрита и туберкулеза. У слонов не только высокий уровень интеллекта и чувствительное сердце. Когда кто-то из слоновьей семьи умирает, то его родственники приподнимают его хоботами, громко трубят, а затем перекатывают до углубления и накрывают ветками и забрасывают землей.